Здравствуйте, друзья! После флагманского представителя серии Ryzen 2000 самое время спуститься на шаг ниже и рассмотреть возможности Ryzen 7 2700. Стоит ли переплачивать за топ или можно сэкономить? Давайте проверим. Далее мы кратко познакомимся с самим процессором, напомним конфигурации тестовых стендов всех оппонентов, пробежимся по результатам синтетики и игровых бенчмарков в номинале, проведем разгон и повторим тесты. А в конце подведем итоги и поделимся планами на будущее. Более подробные тайм-коды есть в описании к видео. Итак, линейка Ryzen 2000 включает в себя две восьмиядерные модели, рассмотренные в одном из прошлых видео 2700X и 2700. У них много общего, техпроцесс, микроархитектура, количество ядер и потоков, распределение кэш-памяти, контроллер ОЗУ и поддерживаемые технологии. Но есть и несколько важных отличий. Во-первых, тактовые частоты у 2700 гораздо ниже. Базовая упала на 500 МГц, а динамическая на 200. Во-вторых, тепловой пакет сократился со 105 до 65 Вт. В-третьих, в комплекте будет кулер попроще, Raze Spire вместо Prism. Ну и в-четвёртых, максимальная температура у 2700 выше – 95 против 85 градусов. Разница между ними в рекомендованных ценах составляет 30 долларов. Сам процессор был любезно предоставлен для тестирования компанией Brain. В коробке мы обнаружили кулер, наклейку и документацию. При запуске стресс-теста в номинальном режиме его тактовая частота поднялась до 3375 МГц с номинальных – 3200. И это при условии использования СВО от Be Quiet. Поэтому с комплектным кулером или менее мощной системой охлаждения показатели могут быть ниже. Новинка предоставляет в распоряжение пользователя 4 МБ кэш-памяти L2 и 16 МБ L3. Контроллер оперативной памяти гарантированно поддерживает работу модулей стандарта DDR4-2933 в двухканальном режиме. Но при желании можно попытать счастья в разгоне. Теперь пару слов о тестовых системах и оппонентах. Ryzen 7 2700 является преемником 1700-го. Разница между ними в частотах составляет 200-400 МГц. Зато представитель первого поколения сейчас стоит минимум на 50 долларов меньше, что делает его крайне заманчивой покупкой. Было бы интересно сравнить эти две модели, но 1700-го у нас не было под рукой. Поэтому внутренними оппонентами для новинки выступят Ryzen 7 2700X и 1700X, а внешними Core i7 8700K и Core i7 7820X. Тестовые стенды не изменились. Со всеми райзенами использовалась материнская плата MSI X470 Gaming M7 AC, 16-гигабайтный комплект ОЗУ G-Skill Sniper X и SVO от Big White. Дисковая подсистема во всех случаях была представлена SSD от GoodRam и HDD от Seagate. Core i7 8700K был установлен на плату Asus ROG Strix Z370F Gaming и охлаждался кулером Big White Dark Rock 4. А для процессора Core i7 7820X использовалась плата Gigabyte X299 Aorus Gaming 3, кулер Thermalright Arhon SBE-X2 и 32-гигабайтный комплект ОЗУ Patriot Viper 4. За обработку графики во всех случаях отвечала видеокарта Inno 3D iChill GeForce GTX 1080 X3. Более подробную информацию о тестовых конфигурациях можно найти в описании. По традиции тестовую сессию начнём с синтетики. При чтении и записи данных в ОЗУ в AIDA 64, Ryzen 7 2700 на 6-7% опережает 1700X и оказывается на 8-12% лучше шестиядерного Core i7. А разница с показателями 2700X не превышает 1%. А вот самые низкие задержки при работе с ОЗУ оказались у i7-8700K. Разрыв между 2700 и 2700X составляет менее 2%. С кэш-памятью ситуация повторяется. Лидерство удерживает шестиядерник от Intel, а тестовая модель по пятам преследует своего флагмана. Зато Ryzen 7700X смотрится лучше тестовой новинки по скоростям работы с кэш-памятью. В основном преимущество составляет 3-4%, но эпизодично поднимается и до 21%. 2700X уходит в отрыв, хотя и ему не догнать в этом тесте представителей Intel, когда речь заходит о кэше L1 и L2. В архиваторе 7-Zip показатели Ryzen 7 2700 находится на уровне результатов 1700X. А вот флагман оказался быстрее на 10-17%. В Cinebench R15 новинка опередила Core i7-8700K по производительности процессорной части и практически догнала Ryzen 7 1700X. Отрыв лидера в лице 2 700X составил 15%. А вот в тесте OpenGL тестовая модель оказалась последней. Рендеринг сцены в бенчмарке Corona быстрее всего провели восьмиядерный Core i7 и Ryzen 7 2700X. Новинки для этого потребовалось на 11-18% больше времени. С кодированием видео в X265 HD Benchmark оппоненты справились быстрее тестовой модели. Разрыв достигает 20%. И завершаем обзор синтетики в RealBench, где Ryzen 7 2700 находится приблизительно на уровне 1700X. Лидерство по общему зачёту удерживает флагман второго поколения AMD Ryzen, его преимущество составило 13%. В целом результаты новинки и представителя первого поколения находятся на одном уровне. i7-8700K обходит её на 8%, топовый Ryzen на 11%, а восьмиядерный Core i7 на 25%. Давайте посмотрим, какой ситуация будет в игровых бенчмарках. В World of Tense & Core при Full HD и Ultra пресете новинка смогла обойти представителя первого поколения на 3,9% и восьмиядерный Core i7 на 7,14%. Повторить этот подвиг с топовым Ryzen и Coffee Lake ей оказалось не под силу. В Rainbow Six Siege при ультра настройках в HD тестовую модель подвела статистика редких и очень редких событий, которая оказалась хуже, чем у оппонентов. Хотя по среднему показателю она обходит 1700X на 14%. В игре Watch Dogs 2 при ультра настройках в HD по средней скорости 2700 оказался даже чуть быстрее флагмана. Зато статистика 1,01% лоу у последнего всё же лучше. Представители Intel вырываются вперёд, а Ryzen 7 1700X даже немного отстаёт. Сетевой режим Battlefield 1 при Full HD и ультра настройках выводит в лидеры i7-8700K. Тестовая модель находится на уровне 1700X, если бы не отставание по статистике очень редких событий. А вот перевес флагмана достигает 66%, хотя по среднему FPS и показателю 1% лоу имеем 8-16% разницы. Похожая ситуация наблюдается и в бенчмарке Assassin's Creed Origins при максимальных настройках в HD разрешении. У 2700 заметно проседает статистика очень редких событий. По остальным показателям он находится на уровне Ryzen 7 1700X, а по средней скорости и вовсе входит в тройку лидеров. А вот в Far Cry 5 при аналогичных настройках никаких провалов у тестовой модели нет, поэтому её результаты сопоставимы с 7820X и 1700X. Топовый Ryzen вырывается вперёд на 9-17%. Что же мы получаем в итоге? Ryzen 7 2700X оказывается впереди на 6-17% по среднему FPS и редким событиям. А вот преимущество по показателю 0.1% лоу уже достигает 41%. В сравнении с 1700X новинка выглядит чуть лучше по средней скорости и заметно проигрывает по статистике очень редких событий. Шестиядерный Coffee Lake оказывается быстрее в играх на 20-30%. А преимущество восьмиядерного Skylake X находится в диапазоне от 5 до 32%. После разгона ситуация заметно улучшается для новинки, хотя начало не предвещало ничего хорошего. Динамическая частота Ryzen 7 2700 – 4100 МГц, и мы надеялись достичь этого же уровня при разгоне. Но сделать этого так и не удалось. Система даже стартовала на этой частоте, но стресс-тесты приводили либо к троттлингу, либо к зависанию. Сколько не шаманили мы с BIOS, но стабильной работы при 4,1 ГГц достичь не удалось. А вот при 4 ГГц проблем не было. Чтобы улучшить отзывчивость системы, пришлось установить CPU NB SOC Voltage в 1,15 Вольта и зафиксировать напряжение на процессоре чуть выше 1,4 Вольта. Разгон памяти прошёл с помощью активации XMP профиля с частотой 3,4 ГГц. По остальным процессорам ситуация следующая. Ryzen 7 2700X взял частоту 4,1 ГГц, а 1700X – 3,9 ГГц. Память в обоих случаях работала на скорости 3,4 ГГц. Core i7-8700K покорил 5 ГГц, а ОЗУ заработал на частоте 3466 МГц. И наконец разгон Core i7-7820X остановился на 4,5 ГГц при ускорении мэш до 3 ГГц. Частота памяти была 3400 МГц. Тестовую сессию опять начнём с синтетики. При работе с памятью в AIDA64 все три представителя компании AMD показывают приблизительно одинаковый уровень, а вот процессоры Intel уже выглядят лучше, особенно восьмиядерный Core i7. После разгона 2700 заметно сократил отставание от топового Ryzen при работе с кэш-памятью. Теперь их разделяет максимум 9%. В свою очередь 1700X и вовсе оказался позади, хотя в номинальном режиме он лидировал. Правда, до результатов Intel им ещё далеко. Задержка при работе с ОЗУ у обоих представителей серии 2700 находится практически на одном уровне. 1700X отстаёт, а Coffee Lake уходит в отрыв. В Cinebench R15 разрыв между тестовой новинкой и флагманом AMD сводится к 1-3%. В тесте CPU лучше их оказался лишь i7-7820X, а в OpenGL лидерство удерживает 8700K. Симметричная ситуация получилась в RealBench. Ryzen 7 2700 на 4% опережает 1700X, в свою очередь топовая модель обходит его на те же 4%. Представители Intel оказались лучше на 8-9%. В итоге тестовые результаты подтвердили ожидания. Поскольку относительный разгонный потенциал 2700-го оказался выше, чем у флагмана, то разница между их показателями сократилась до 2%. А вот отрыв новинки от 1700X получился 3%. Представители Intel лишь укрепили свои лидерские позиции. И напоследок пройдёмся по игровым тестам. Настройки графики мы не меняли. В World of Tense & Core новинка практически на равных соперничает с флагманом серии, а по комфортности геймплея оставляет далеко позади 8-ядерный Core i7. Думаете разгон изменил ситуацию в Rainbow Six Siege? Как бы не так. Опять показатель очень редких событий тянет новинку вниз. Хотя по редким событиям и особенно по среднему фреймрейту она держится молодцом, успешно соперничает даже с 8700K. Эффект дежавю настиг нас и в Assassin's Creed Origins. Видать, матрица опять подменивает реальность в чью-то пользу. В итоге 35 FPS в графе 0.1% low выглядит крайне неубедительно на фоне конкурентных 50-60 кадров в секунду. Хотя по среднему FPS ситуация вполне приличная. Бенчмарк Far Cry 5 решил не отставать от остальных и тоже просадил показатели одного из процессоров. С счастливчиком оказался 8-ядерный Core i7. Тестовая модель по результатам выглядит почти как 2700X. Правда очень редкие события и тут сумели слегка подпортить впечатление. По итогам геймплейного теста мы видим, что разгон действительно пошёл на пользу 2700, ведь его показатели улучшились на 13-20%. Разрыв между представителями Ryzen 7 второго поколения сокращается до 3-6% по среднему фреймрейту и редким событиям. По очень редким событиям получаем 22% бонус в пользу флагмана. Новинка оказалась даже слегка лучше 1700X, но только не по показателю 0.1% лоу. А вот 8700K не оставил ей ни единого шанса. Его преимущество составляет 20-40%. Восьмиядерный Skylake X также в целом опережает 2700 на 8-10%. Лишь статистика редких событий у него хуже. Итак, следует ли переплачивать за Ryzen 7 2700X или можно сэкономить? Судите сами, средняя стоимость флагмана на отечественном рынке на 17% выше. За это вы получаете в среднем 13% бонус в синтетике и более комфортный геймплей. 6-17% по среднему фреймрейту и редким событиям и плюс 40% по очень редким событиям. Поэтому если вы не планируете заниматься разгоном и разница в цене для вас не критичная, то лучше доплатить. Но если система покупается с прицелом на разгон, тогда интереснее выглядит 2700. Да, он не дотягивает до показателей флагмана, но разрыв в основном будет небольшим. Однако главным конкурентом для новых Ryzen сейчас являются их предшественники. Средняя цена восьмиядерного 1700X на 60 долларов ниже, чем у 2700. А в синтетике и играх она выглядит как минимум не хуже, к тому же неплохо поддают. Поэтому если вы решили купить восьмиядерник, то советуем присмотреться и к первому поколению Ryzen. Биос для них уже допилили, а небольшой ручной разгон можно провести даже в автоматическом режиме. У многих материнских плат есть соответствующая функция. На этом всё. В одном из следующих видео мы исследуем возможности шестиядерного Ryzen 5 2600X. Лайки, комментарии, подписка и репосты этого и других наших обзоров ускорят выход данного видео. Поэтому надеемся на вашу активность. Всего вам хорошего друзья и до новых встреч.